Чувашия У нас статистика ведется по каждому району. Понятно, что в каждом районе проживают должники по алиментам, но в зависимости от количества проживающих в том или ином районе, понятно, что цифры разнятся. Вместе с тем, мы в преддверии вот этого Дня защиты детей, соответственно, одновременно с проведением разных акций, посчитали количество должников на население, да, соотношение, то, сколько, как скольки приходится, и поняли, что наибольшее количество должников проживает в Алатарском, Шумерлинском, Новочебоксарском районах, в городе Новочебоксарске. Наименьшее количество должников проживает в Комсомольском районе, ну и в нескольких других районах. То есть там ситуация относительно более-менее благоприятная, да? Ситуация в целом по республике по принудительному взысканию алиментов, можем сказать, что стабильно у нас каждый год снижается количество производств, находившееся на исполнении. Мы планомерно работаем с каждым производством индивидуально, у нас есть специально выделенные судебные приставы исполнителя для работы с этими производствами. И если в целом нагрузка по исполнительным производствам всех категорий составляет от двух до трех тысяч производств на одного пристава исполнителя, то по алиментам это до трехсот исполнительных производств. Такая нагрузка позволяет в индивидуальном порядке отрабатывать каждое исполнительное производство, вникать в каждую ситуацию. Интересно, какова средняя сумма задолженности по алиментным платежам на одно исполнительное производство? Ну вот с учетом этого большого объема задолженности в районе миллиарда рублей, на одно исполнительное производство приходится порядка 126 тысяч рублей. Ну и самая крупная задолженность это у нас миллион семьсот тысяч рублей. Да, такой печальный рекорд. И кому он принадлежит? Жителю какого района? Ну такой печальный рекорд принадлежит жителю Урмарского района. Но здесь нужно понимать, когда мы говорим о расчете задолженности, что эти цифры могут быть плавающими с учетом специфики расчета задолженности. Для официально неработающего должника задолженность рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по Российской Федерации. Она, соответственно, меняется от месяца к месяцу, от квартала к кварталу. Под конец года она становится больше в четвертом квартале с учетом всех выплат по году на том или ином предприятии. Соответственно, в первом квартале она становится поменьше. Но с учетом развития социально-экономического страны средняя зарплата по стране увеличивается. Соответственно, эти задолженности тоже увеличиваются. Нам известно, что вы составили среднестатистический портрет должника по алиментам. Каков он? Поделитесь. Как правило, основная масса должников по алиментам – это должники в возрасте от 30 до 50 лет. Как правило, мужчины среднего возраста. В основном это, конечно, мужчины, которые официально нетрудоустроены. В какой-то степени примерно половина из них уклоняется от погашения задолженности. Какая-то часть официально трудоустроена из них. Но исполнительные производства не оканчиваются в связи с тем, что они имеют значительную задолженность по алиментам. То есть задолженность была накоплена за какой-то период жизни, а после этого гражданин уже трудоустроился официально на работу. Мы в этом случае не оканчиваем производство, потому что проводим проверку имущественного положения, во-первых. А во-вторых, контролируем правильность и своевременность удержания из заработной платы, то есть задолженности, которая образовалась. Когда задолженность уже снизится до минимума, до 10 тысяч рублей, только после этого мы будем оканчивать исполнительное производство. К сожалению, наметилась тенденция к увеличению должников женщин. То есть если в предыдущие годы их было порядка 4-5%, то в этом году это уже по Чувашской республике 9% от общего количества должников, порядка 200 человек. К сожалению, это, как правило, граждане, которые ведут асоциальный образ жизни, в какой-то части лишены родительских прав, и перспективы социального поведения и нормальной жизни, конечно, там отсутствуют. Нам стало известно, что у вас должники, они подразделяются на какие-то специальные категории. Вот что это за категории и для чего это делается? Разработано специальное категорирование должников по взысканию алиментов. То есть у нас должники делятся на 13 категорий, и мы в зависимости от того, в какой ситуации находится исполнительное производство и в какой ситуации, стадии исполнения находится должник, мы принимаем те или иные меры по принудительному взысканию. То есть это производство, которое возбуждено менее двух месяцев назад, производство, по которому должники находятся в розыске, производство, по которому в отношении должников принимаются меры по привлечению к административной ответственности, отдельно к уголовной ответственности. Это должники, в отношении которых принято решение об обращении взыскания на заработную плату с незначительной суммой задолженности, со значительной суммой задолженности. То есть практически весь пласт исполнительных производств, эти все 7 тысяч, они разложены на 13 категорий в каждом районном отделе судебных приставов Чувашской Республики. Такое категорирование дает возможность более качественно отрабатывать этих должников, понимать, что если направлены по месту работы документы, то достаточно и задолженность небольшая. Достаточно проверять задолженность, проверять своевременность удержания и контролировать эти удержания. Если задолженность большая, соответственно, проверяется имущественное положение. Если категория привлекаемых к административной ответственности, там изучается имущественное положение, устанавливается место работы и, соответственно, подключаются иные возможности службы для того, чтобы привлечь должника к административной, а затем к уголовной ответственности. А какие меры воздействия применяются к должникам? И какие из них наиболее действенны, на ваш взгляд, как показывает практика? К должникам по алиментам принимаются все меры воздействия, которые предусмотрены законом об исполнительном производстве, начиная от ареста имущества, ограничения выезда за границу, заканчивая ограничением специального права, привлечением к административной ответственности, привлечением к уголовной ответственности. Наиболее действенными мерами, понятно, что считаются ограничения выезда за пределы Российской Федерации, ограничения в пользовании специальным правом, как правило, это в вождение, управление транспортным средством. Но нужно понимать, что эти меры наиболее эффективны именно в отношении тех людей, которые ведут активный образ жизни, например, ездят за границу или имеют водительские права и, соответственно, управляют транспортным средством. Поэтому у нас категорирование должников и происходит для того, чтобы мы понимали, какому должнику какую меру применить. В целом по Чувашской Республике эти меры принимаются достаточно активно. У нас один должник на полтора производства по соотношениям ограничены выезда за пределы Российской Федерации. То есть это не каждый второй, а еще чаще. У нас из тех, кто обладает водительскими правами, каждый второй ограничен в пользовании этим специальным правом. И это свои результаты дает. За 4 месяца работы в этом году мы взыскали уже чуть более 50 миллионов рублей алиментов. Уточните, пожалуйста, какая на сегодня минимальная сумма долга, когда человек не имеет права покинуть территорию Российской Федерации? Должник-алименщик. Должник-алименщик не имеет права на сегодняшний день покинуть пределы Российской Федерации в том случае, если в отношении него возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов. И задолженность составляет более 10 тысяч рублей. И приставным исполнителям принято решение о его ограничении в выезде за пределы Российской Федерации. После того, как пристав принимает такое решение, все эти сведения в отношении должника поступают по каналам электронной связи в Федеральную службу безопасности, в пограничную службу, в Федеральную службу безопасности. И, соответственно, с этой минуты сведения поступают достаточно быстро, в пределах нескольких минут, наверное. Наверное, ну, как вам сказать-то, от Москвы точно идут несколько минут, 2-3 минуты до ФСБ, до Москвы у нас идут, наверное, минут 20. Ну, моментально, в общем, да? Практически, да. Практически за полдня эти сведения поступают уже в Федеральную службу безопасности и распространяются на все пункты пропуска. Вот вы сказали, что за неуплату алиментов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Вот в каких случаях? Можно более подробно? К административной ответственности привлекаются должники в том случае, если они уклоняются от уплаты алиментов на протяжении от 2 до 4 месяцев, это уже вот эти действия, бездействия, вернее, по уплате алиментов образуют состав административного правонарушения. В данном случае пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении, направляет его в суд, в суде уже рассматривают и принимают решение о привлечении к административной ответственности и назначении того или иного вида административного наказания. В том случае, если должник не предпринимает, продолжает, значит, уклоняться от уплаты алиментов, не предпринимает мер к трудоустройству к выплате алиментов, тогда судебным приставам-исполнителям принимаются меры по привлечению должника уже к уголовной ответственности. На сегодняшний день составлено по судебным приставам-исполнителям более 600 протоколов об административных правонарушениях по фактам уклонения от уплаты алиментов и возбуждено более 320 уголовных дел о привлечении должников к уголовной ответственности по 157 статье. Понятно, что не каждый должник привлекается к уголовной ответственности, и, наверное, это правильно, потому что само привлечение к административной ответственности уже является сигналом и своеобразным предупреждением для должника о том, что возможно привлечение к уголовной ответственности. В принципе, законодателям дается возможность такому должнику, ну, что называется, взяться за ум, начать выплачивать алименты, трудоустроиться и как-то решать вот те вопросы, которые возникают, для того, чтобы не быть привлеченным к уголовной ответственности. Большинству правонарушителей суд назначает такое наказание, как обязательные работы. Вот кто определяет фронт этих работ? Как правило, в основном назначается такое административное наказание, как обязательные работы, совершенно справедливо. О управлении Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике есть заключенные договора с администрациями районов, а администрации районов, муниципальных районов, да, республики, они уже осуществляют подбор тех организаций, в которых наши должники будут отрабатывать вот это наказание, ну, в данном случае обязательная работа. Как правило, это работа по благоустройству, управляющих компаниях, ну, в системе ЖКХ, то есть подавляющее большинство организаций – это вот именно вот такое. Вместе с тем мы планомерно проводим, ну, регулярно, да, проводим анализ назначения наказаний, и могу сказать, что в текущем году, в 2019 году по сравнению с 2018 годом наказаний в качестве административного ареста стало в два раза больше. Вот вы говорите, что большинство должников-алименщиков ведут асоциальный образ жизни. Наверное, есть среди них и такие, кто лишён родительских прав. А алименты в этом случае, они должны платить? – Независимо от того, лишён родительских прав или должник, или не лишён родительских прав, обязанности по уплате алиментов с гражданина, да, ну, с нашего должника это не снимает. То есть в любом случае должник, если есть соответствующее решение суда об обзыскании алиментов, обязан уплачивать алименты. И служба судебных приставов будет предпринимать все меры для того, чтобы заставить должника выплачивать эти алименты. – А как быть в тех случаях, когда должник не платит много лет, и его местонахождение ничего не известно? Ну, то есть как без вести пропал. В таких случаях дети имеют право на какую-то государственную поддержку? В таких случаях нужно, во-первых, предъявить исполнительный документ об обзыскании алиментов в службу судебных приставов для того, чтобы пристав-исполнитель в том случае, если он понимает, что местонахождение должника неизвестно, принял решение о его розыске. Служба судебных приставов в том числе занимается исполнительным розыском таких категорий должников. В том случае, если в течение года у должники и не будет установлено его местонахождение, не будут получены сведения о его настоящем местонахождении, то тогда взыскатель будет иметь право обращения в суд за признанием должника безвестного отсутствующего. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы можно было впоследствии, если суд примет такое решение о признании должника безвестного отсутствующего, взыскатель мог обратиться в органы судзащиты для оформления пенсии по потере кормильца. Потому что такие дети приравниваются к детям, потерявшим кормильца. В этом случае, соответственно, взыскателю будет выплачиваться определенная пенсия по потере кормильца. В том случае, если должник будет впоследствии установлен, то тогда с него, с этого должника будут взысканы те денежные средства, которые были выплачены его бывшей семье. Знаете, я прочитала буквально на днях одну любопытную историю. В Барнауле мужчина состоятельный, чтобы не платить алименты, устраивается на маленькую зарплату фирму, учредителем которой он является. Судебные приставы ничего не могут поделать, потому что есть документ с официальным доходом, исходя из которого рассчитываются алименты. Ну а реальные доходы остаются скрытыми. То есть, что можно порекомендовать в таких случаях? Они, наверное, все-таки не редкость, да? Такие случаи бывают, когда должники устраиваются на очень маленькую заработную плату. Но в данном случае что нужно делать? Во-первых, все сотрудники службы судебных приставов ориентированы на то, что если они выявляют, что должник получает заработную плату ниже прожиточного минимума, то такие сведения направляются в определенные органы государственной власти, в гострудинспекцию, в прокуратуру района, для того, чтобы обратить внимание на эту организацию. Вполне возможно, в этой организации выплачивают заработную плату в конвертах, да? Либо какие-то другие злоупотребления происходят. Поэтому, если такие факты есть, значит, и пристав исполнитель на это ориентирован, да, ну и можно поставить в известность взыскателю самостоятельно и прокуратуру района, и гострудинспекцию, для того, чтобы были проведены соответствующие мероприятия в отношении этой организации. Плюс к этому, если заработная плата выше прожиточного минимума, ну, незначительно, соответственно, кроме того, что мы обращаем взыскание на заработную плату, мы проверяем имущественное положение должника, и в том случае, если он является учредителем, то эта организация ему принадлежит. Ему принадлежит доля в уставном капитале или еще что-то. Поэтому на это тоже можно обратить взыскание, составить акт ареста, оценить это имущество и попытаться его выставить на продажу. То есть такой ситуацией за свои права можно побороться? Да, побороться можно, и руки опускать никогда не стоит. Судебные приставы, они пытаются достучаться до совести должников, причем используют разные способы. Вот один из интересных, вы устраиваете встречи со священнослужителями. Скажите, подобная практика будет и впредь? Подобная практика будет продолжена, но нужно понимать, что не до каждого должника может достучаться, к сожалению, священнослужитель. Но в целом на постоянной основе взаимодействия со священнослужителями, как разных ветвей, разных направленностей, осуществляется, периодически такие встречи организовываются, в какой-то степени они тоже несут, имеют свой положительный эффект. Но, опять же, повторюсь, к сожалению, не каждый должник слышит эти призывы, к сожалению. И мы, наверное, должны понимать, что если должник на содержании своих детей, не выплачивая вот эти вот алименты, те, которые положено выплачивать по решению суда, ну, наверное, больше нужно надеяться на такие меры принудительного исполнения, как арест, административный арест, обязательные работы, принудительные работы, да, привлечение к уголовной ответственности, ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Но, тем не менее, кому-то нужно действительно, наверное, кому-то нужно напомнить доброе слово, погладить где-то, да, где-то слегка пожурить. И, возможно, это тоже будет толчком, потому что люди все разные, поэтому и такие методы тоже используем. Ну и ваша акция «Судебные приставы детям» проходит ежегодно, традиционно, в канун Дня защиты детей. В этом году чем она ознаменовалась? Ну, в этом году традиционная акция действительно была проведена. Она ознаменовалась тем, что практически в каждом районе приставы исполнителя посетили детские учреждения, детские дома, да, дома малюток, поздравили детишек разного возраста вот с этим Днем защиты детей. В каких-то районах посещали индивидуально семьи, да, в чью пользу взыскивают алименты. В некоторые семьи действительно получилось прийти с неплохим результатом, в чью-то пользу передавали взыскателям и доли в имуществе недвижимым, да, кому-то взыскали там какие-то приличные суммы задолженности, поэтому получилось не только на словах поздравить детишек с Днем защиты детей, да, но и их мамочкам выручить, вот, либо деньги перечислить, либо, соответственно, соответствующие документы передать на передачу имущества в счет погашения задолженности. Служба судебных приставов, вот, она состоит не только в том, что судебные приставы принудительно взыскивают алименты, да, там, Днем носят форму, но и в том, что мы иногда выходим в люди, да, поздравляем детишек с таким праздником. Мы желаем вам успеха в дальнейшем, энергии, энтузиазма, вашей нелегкой работе, ну и понимания, наверное, всем, что бывших детей не бывает. О проблеме взыскания алиментных платежей мы говорили сегодня с исполняющим обязанности руководителя службы судебных приставов Чувашской Республики Анваром Закировым. До свидания. Спасибо большое, до свидания.